так всем доброе утро сейчас 6 утра я вылез из палатки в палатке было так хорошо на улице прям холодно 4 градуса вроде сейчас должно быть ну в целом ребята но вот эта ночь она была на удивление самой лучшей из всех предыдущих это моя получается четвертая ночь четвертая ночь в этом сезоне начал я уже ночевать в палатке с февраля месяца начало февраля честно я ожидал что сегодняшняя ночь будет ну не очень потому что температура должна была опуститься до 0 градусов но опять же при учитывая предыдущий опыт я уже оделся немножко по-другому уже кое-что немножко по-другому сделал чем раньше поэтому спал относительно хорошо даже прям вот ну почти как дома не мерз вообще я еще носки шерстяные вчера купил нет позавчера купил да поэтому одел сухие шерстяные носочки прям вещь хорошо вот вылез из палатки и прям вот морозно стало она знаете когда под этим спальнике лежишь так хорошо но приходит момент когда надо вставать вот этот момент пришел поэтому я сейчас буду делать себе чай горяченький чаек готовить его буду на спиртовой горелки соответственно вам покажу как чё наверняка вам будет интересно так вот у меня собственно спирт вот горелка принципе вообще ничего сложного набираем немножко спирта и просто его поджигаем сейчас немножко подмерз поэтому не хочет гореть все вроде начал гореть но теперь просто ставим кружку с водой закрываем и используем щепочницу в качестве ветрозащиты и таким вот образом готовим себе воду дешево и сердито а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну а я решил сейчас подкрепиться. Сделал себе бич-пакет и планирую его сейчас покушать. Вообще-то у меня запланирована была кашка овсяная с орешками на утро. Но в этот раз я решил отступить от общих правил и позавтракать бич-пакетом. Да, у меня еще пару колбасочек осталось. Сейчас мы это делаем все как прикусочку. Сделаем. Да, так и сделаем. Ну еще чуть-чуть, наверное, можно постоять. Сейчас что-то похолодало так заметно, прям конкретно. Я когда из палатки-то вылез, было 6 утра где-то, было, ну не жарко, но была какая-то, ну немножко влага что ли. Ну, маленький конденсат такой, капельки воды. И потом в один момент я стал замечать, что вся эта вот вода, влага превратилась в иней. И пошел пар изо рта. А до этого не было. Из чего я делаю вывод, что резко похолодало. Насколько не знаю, у меня такого аналогового переносного термометра нету. Ну, наверное, около нуля сейчас что-то. Странно, да? Поэтому вот то, что приготовишь, допустим, лапшу, вода закипела, засыпал лапши, все, с огня убрал. И за счет того, что на улице холодно, это все быстро остывает. И не успевает завариться как надо. В этом минуте. Вот, поэтому надо немножко либо подтапливать, либо поварить лапшу, как я вот в данном случае сделал. Прям на огне немножко постояла она у меня. Ну, давайте заценим, что получилось. Горяченькая. Что-то я в последнее время на эту куриную лапшу подсел. Вот именно куриный вкус. Она острая и вкусная. А на свежем воздухе вообще заходит на ура. О, у меня же еще колбаски есть, ребята. Где сейчас? Так, последняя колбаска осталась. Дома я в основном веганю, а вот в дикой природе я всеяден. А дома стараюсь есть. Ну, стараюсь мясо не есть. Так редко. Оно я заметил для здоровья лучше. Кожа лучше. Когда мясо много ешь, допустим, колбасы, всякие хрень, на лице начинают появляться какие-то, то ли прыщики, что ли, какие-то жировые выделения. Ну, неприятные. Когда мясо не ешь, вообще прям нормально. Ножик вчера с мотоцикла. У меня в мотоцикле лежат багажники, в бардачке всегда. Ну, а вчера я думаю, ну, раз я щепочница, я буду пользоваться. Надо ножик взять, там, дровишки делать или что-то. Я даже специально потом пошел за этим ножом, потому что я его забыл сначала. В итоге он у меня здесь провалялся, я им ни разу не воспользовался. Щепки, они и так, вон, валяются кругом, их рукой наломать легко можно было. Поэтому нафига он нужен. Как бы нож... С одной стороны понимаешь, да, что нож в хозяйстве вещь нужная, а вот сколько ночевал, ни разу им не воспользовался. Вот это четвертая ночь, четвертая моя вылазка, и мне ни разу не понадобился нож. Странно. Поэтому надо какой-нибудь ультралегкий приобрести, именно вот, на всякий случай, мало ли. А вот этот мультитул, он тяжелый, таскать вот с собой. Я тут уже подрывался купить себе этот Лезерман мультитул. Уже в корзину положил, все, осталось только крикнуть, оплатить, и все, что-то в последний момент обломался. Думаю, нафига он мне нужен. У меня в бардачке мотоцикла лежит аналог Лезермана, китайский. Давным-давно еще покупал, может, лет 7-8 назад, копеечный там. Я просто задал себе вопрос, когда я им последний раз пользовался. Я им один раз все, по-моему, пользовался, за все время владения им. Ну, он немножко громоздкий, единственное. Поэтому Лезерман привлекает своей компактностью. Но, опять же, лишних денег на это нет. Сейчас заказал еще себе микрофон, беспроводную петличку. А ТРОД сегодня должна прийти, чтобы звук нормально писать. Сейчас стабилизатор подержался маленько с этими влогами. Ну, а что? Мне это нравится, это мое хобби. Я с удовольствием это делаю. Пусть я пока еще снимаю не как бог, но все же, чтобы научиться что-то делать, нужно это делать. Чтобы научиться снимать, нужно снимать. Дома вот вкус совсем не тот. А вот на воздухе, вы знаете, вот она сейчас горяченькая, а на улице прохладная, ты так ешь ее, и ты вот, еще кайф от того, что ты согреваешься. Минус, конечно, единственное, что сопли начинают течь, когда ешь горячее, блин. Надо за салфеткой идти. Так, ребят, хочу еще спросить вас, может кто из бывалых знает, может мне объяснить этот феномен. В общем, я в спальном мешке сегодня поспал. Дополнительно я залез еще в этот спас-мешок фольгированный. Он реально работает в плане согревания. Я сейчас его использую только так. То есть сначала я в одежде, ну, там, в термухе какой-то, сверху там вот этот пуховичок. Залазю полностью в этот спас-мешок красный, с Алиэкспресса который. Либо обязательно, чтобы он был дышащий, ребят. Есть там дешманские самые, они как просто фольгают, и там не дышишь. А есть дышащие, они чуть подороже. Вот я про них говорю, не перепутайте, если что. Залазю полностью в него, и потом уже в спальный мешок. Ну, во-первых, это теплее. Во-вторых, моя верхняя одежда не пачкает спальный мешок. Плюс-минус. В плане комфорта, удобства, никакого дискомфорта эта констелляция не вызывает. Поэтому, но утром я обнаруживаю, что у меня в ноги спальный мешок, он мокрый. Причем конденсата нет. Палатка сухая. А вот именно в ногах, я сначала думал, может быть я ногами там задеваю как-то стенку палатки и влага оттуда. Хотя в принципе может. Какие-то, думаю, может быть испарения из внутри. Но тоже не может быть, потому что я считаю в этом мешке. Так что там какой-то вот странный феномен. Ну, благо у меня этот мешок, этот спальный, он пуховый. Но он качественный из этого. У него там гидрофобная какая-то пропитка. Пух сам не мокнет. Он вот намок мешок, но вот именно там, где намок, он свою пуховость вообще не потерял. То есть он там как будто как сухой, да? Только вот ткань верхняя намокла и все. Поэтому, классно. Еще раз, ребята, хочу сказать, квилт или спальный мешок. Вот квилт вообще вещь. Мало того, что он легче, чем спальный мешок, и при том же весе может быть намного теплее, ну, за счет того, что у него нет спины. Вот удобно спать тем, кто любит ворочаться. Я вот ворочаюсь постоянно. Я не могу лежать долго в одной позе. Я то на одном боку сплю, потом переворачиваюсь на другой бок, то на спину. Ну, вот так вот у меня всю ночь. И в спальном мешке это не особо удобно делать. А тут вообще удобно, классно. Но имейте в виду, в этом случае у вас должен быть коврик надежный, который должен держать температуру. Если какой-нибудь летний коврик, и вы там в около нулевых температурах будете вот так спать, то я вам не позавидую. Приятного мало. Поэтому коврик, мне кажется, это самая важная часть снаряжения для сна на природе. Ну что, собрал я вещи, упаковался. Сейчас буду выдвигаться дальше. А по плану у меня сегодня опять гостевой дом. Сниму на него обзор. Ну и пробуду я в нем несколько дней с дочерью. И во вторник, на следующей неделе, поеду уже домой. Так что такой мини-отпуск у меня. Небольшой. Еще раз подведу итог вот всего мероприятия моей прошлой ночевки. Так в двух словах постараюсь. Ночь была нормальная. Хоть на улице было и холодно, мне было тепло и комфортно. Это самое главное. Спал я относительно хорошо. Намного, в разы лучше, чем вот предыдущие ночевки. В предыдущие ночевки я практически не спал. Я часто просыпался. А в этот раз, ну, прям вообще классно было. Может быть раз просыпался так, чтобы вот прям помню, что проснулся. Утром только холодно. Вот сейчас холодно, прям руки мерзнут. Ну ничего, нормально. Сейчас солнце выйдет, может распогодится. Будем надеяться. Ладно, ребята, все. Всем позитива. Выезжайте на природу. Отдыхайте. С вами был Вилли, канал Мотохайкер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok